Чувствовать настроение жителей. На встрече в школе номер 4 депутат, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского поселения Щёлково Максим Столбов отчитался о своей работе в 2017 году. Приоритет был отдан вопросам ЖКХ и благоустройству. Проблемы обсуждались на 17 заседаниях профильной комиссии. Для округа номер 13 результатом стало комплексное благоустройство территории у домов 15-17 на улице Пушкина, капитальный ремонт семьи, многоэтажек по Комарова, Парково-Иваново и Центральной, ремонт подъездов 11 домов. Депутат рассказал и о планах администрации преобразить сквер вдоль улицы Шмидта. Весь правый берег глядь, начиная от Технотканского мостика до Старого моста, будет подустроен, будет так же красиво, как и набережная Сарафима-Саровского и набережная Юности. Вот такие встречи с населением партия «Единая Россия» проводят на территории Щелковского района вот уже четвертый год. Такие встречи дает депутату возможность встретиться со своими избирателями, ответить на вопросы, рассказать о планах на ближайшую перспективу, но жители узнают о будущем своего конкретного избирательного округа. Наталья Кусакина, житель дома 15 по улице Пушкина, пришла к депутату с общественным наказом. Дом 60-го года, он уже разваливается наполовину, но мы латаем только дырки. Вот. Ну, задала я этот вопрос. Пообещали рассмотреть. Я думаю, что будут положительные сдвиги. Для этого мы сюда и пришли. На встрече прозвещал вопрос и о расселении жилого фонда. Строительство высотки на улице Центральной позволит расселить дома по второму центральному проезду, самой улице Центральной и улице Кооперативной. На улице Центральной возводится дом позиции 5 по генплану. Это в рамках строительства микрорайона Центральной. Там строители вышли уже, по-моему, на пятый этаж. И отрадно видеть, что этажи растут. А это значит, нарисовывается перспектива, пройдет год, может быть, полтора или два, в зависимости от того, как будут раскупаться квартиры, как они будут продаваться. И инвестор сможет выполнить взятые на себя обязательства и предоставить квартиры для переселения. Также на встрече присутствовали председатель Совета депутатов района, секретарь Политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Надежда Суровцева и депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Они рассказали жителям о планах на 2018 год, пока по ремонту многоквартирных домов, благоустройству и дорожному строительству. Сергей Васильевич, у нас сейчас из областного бюджета выделены денежные средства на этот год для финансирования проекта уже того объезда, он называется западный, который касается непосредственно финского и благородского. То есть в этом году, именно мы с вами, мы сделаем проект. Там есть проблемы, и по генплану мы их тоже видим, там есть секторы, коттеджные, частные, где придётся жителей расселять. Это тоже проблема для нас, но вот дорога будет спроектирована. При поддержке Максима Столбова в 2017 году жители Воронка побывали на концертах и вечерах отдыха, посвящённом праздничным датам. Все они традиционно завершились вручением подарков. Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».